Ваш ангел-хранитель пытается связаться с вами в этот самый момент, сообщая необычные новости о человеке, который произведет революцию в вашей жизни так, как вы и представить себе не могли. Он появится в вашей жизни неожиданным образом, и вы будете совершенно поражены глубокими преобразованиями, которые за этим последуют. Приготовьтесь к жизни, наполненной чудесами и бесчисленными благословениями. Очень важно, чтобы вы обратили внимание на это послание. У Бога есть планы, как значительно обогатить вашу жизнь. Если вы чувствуете, что вас коснулась божественная сила, наслаждайтесь этим видео. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить ни одного из этих мощных небесных посланий. Сегодня я предлагаю вам шесть абсолютно убедительных причин верить в Бога, послание, которое может изменить ваше представление о своей жизни и об окружающей вас вселенной. Во-первых, необходимо осознать, что Бог знает вас по имени. Это не просто выражение, оно означает, что ему досконально известен каждый аспект вашей жизни, от величайших достижений до самых сокровенных проблем. Вы никогда не бываете одиноки, потому что Он всегда в курсе ваших обстоятельств и нужд. Каждый ваш шаг, каждое ваше решение, Бог рядом, наблюдает и направляет, готовый оказать вам поддержку в самые трудные времена. Во-вторых, Бог всегда рядом с вами, в любой битве, с которой вы сталкиваетесь. Будь то личная, эмоциональная или физическая борьба, Он рядом, как ваш неизменный защитник. Это обетование дает дополнительный слой безопасности и уверенности посреди жизненных бурь. Осознание того, что рядом с вами есть божественное присутствие, которое никогда не оставит вас в одиночестве, может стать большим утешением и источником мужества. Представьте себе, какую силу и покой вы можете обрести, зная, что вы никогда не останетесь в одиночестве в своей борьбе. В-третьих, подумайте о том, что Бог всегда заботится о вашем благополучии. Каждое событие в вашей жизни, желанное или нет, является частью большого плана по вашему росту и счастью. Он никогда не посылает испытаний, не давая при этом сил для их преодоления. Часто трудности, с которыми мы сталкиваемся, это замаскированные возможности для нашего личного и духовного развития. Верьте, что любое препятствие может быть преодолено с божественной помощью и что вы формируетесь, чтобы стать лучшей версией себя. В-четвертых, очень важно осознать, что у Бога есть большие планы на ваш счет. Эти планы выходят за рамки того, что вы можете себе представить. Веря в это, вы сможете с открытым сердцем принимать возможности и вызовы, зная, что каждый шаг – это часть Божьего плана для вашей жизни. Предаваясь Божьей воле, вы освобождаете место для чудес и благословений, которые входят в вашу жизнь удивительным и чудесным образом. Верьте, что Бог работает на заднем плане, подготавливая почву для грядущих невероятных событий. В-пятых, в самые трудные времена Бог служит надежной гаванью. Когда кажется, что мир вокруг вас рушится, Он предлагает убежище мира и спокойствия. В трудные времена вы можете обратиться к Нему за утешением и силой, зная, что вы не одиноки в своей борьбе. Это чувство безопасности и мира не имеет себе равных и может стать тем якорем, который удержит вас на плаву во время жизненных бурь. Знайте, что всегда есть безопасное место, куда можно обратиться, место любви и гостеприимства в объятиях Бога. И, наконец, шестая причина, ваше счастливое число – шесть. Это число может символизировать многое, но здесь оно служит напоминанием о том, что вера в Бога приносит с собой удачу и гармонию, пронизывающую все аспекты жизни. Божественное присутствие в вашей жизни может принести ощущение полноты и равновесия, позволяя вам жить с большей целью и радостью. Иисус мощно выразил эту истину, сказав, «Посему говорю вам, о чем не будете просить в молитве, верьте, что получите и будете иметь». Это обещание напоминает нам о силе веры и молитвы и о том, что, искренне веря, мы можем исполнить желание наших сердец. Бог готов благословить вашу жизнь так, как вы и представить себе не могли, нужно только открыть сердце и поверить. Ваша возможность близка, как никогда, и она вот-вот осуществится. Если вы сохраните веру, будете молиться и верить, то увидите удивительные перемены в своей жизни. Помните, Бог – это свет среди теней, ему нужно ваше доверие, чтобы защитить его. Досмотрев это видео до конца, будьте открыты для получения божественных благословений и будьте уверены, что Бог наблюдает за каждой вашей слезинкой в отдельности. Он глубоко знает вашу борьбу и готов превратить каждую вашу слезу в улыбку радости. Бог обещает не просто временное вмешательство, а постоянное обязательство. Знайте, что Он был и всегда будет рядом с вами, особенно в те моменты, когда вы больше всего в этом нуждаетесь. Он здесь и сейчас, в этот момент, предлагает поддержку и силу, и будет продолжать быть с вами в будущем, направляя и защищая вас на каждом шагу. Его постоянное присутствие – это источник комфорта и безопасности, позволяющий вам встретить любой вызов с уверенностью, что вы не одиноки. В это время я призываю вас не зацикливаться на повседневных заботах. Вместо этого вознесите все свои нужды, желания и заботы к Богу через горячую молитву и прошения, сопровождаемые благодарением. Таким образом, мир Божий, превосходящий всякое человеческое разумение, защитит ваше сердце и разум во Христе Иисусе. Этот мир – не просто временное состояние спокойствия, но глубокое духовное благополучие, которое готовит вас к тому, чтобы с верой принять обетование нашего Спасителя Иисуса. Этот прочный и преображающий мир – божественный дар, который преодолевает сиюминутные обстоятельства, принося спокойствие и внутреннюю силу. Позвольте мне привести еще одно размышление, чтобы усилить важность присутствия Бога в нашей жизни, подумайте о разнице между адвокатом и врачом. Первый защищает, второй лечит. Однако ни один из них не может гарантировать то, что может предложить только Бог – жизнь, наполненную миром и обещанием бессмертия. В то время как солдат защищает свою жизнь от внешних угроз, только Бог может предложить истинный мир, который преодолевает мирские невзгоды, даруя состояние вечного спокойствия и, в конечном счете, вечную жизнь. Истинный мир, который дает Бог – это нечто, выходящее за рамки простого отсутствия конфликтов или проблем. Это чувство гармонии и безопасности, которое наполняет ваше сердце независимо от внешних обстоятельств. Это знание того, что, что бы ни случилось, вы находитесь в заботливых и любящих руках Бога, у которого есть совершенный план для вашей жизни. Этот мир – отражение бесконечной Божьей любви к вам, любви неизменной и вечной. Поэтому, просматривая это видео, откройте свое сердце для божественных посланий. Позвольте надежде и вере расцвести внутри вас, зная, что Бог неустанно трудится ради вашего благополучия. Он знает ваши боли и радости и стремится превратить каждый трудный момент в возможность для роста и обновления. Будьте уверены, что с Богом рядом вы сможете преодолеть любые препятствия и прожить жизнь, полную благословений и удовлетворения. Ангелы всегда наблюдают за вами, внимательно следя за каждым моментом вашей жизни. Они знают о каждом вызове и достижении и всегда готовы ходатайствовать за вас. Сейчас вы находитесь на переломном этапе, на пороге необыкновенных перемен в различных сферах вашей жизни, ваше финансовое положение, межличностное взаимодействие и отношения, карьерный рост и даже здоровье вот-вот значительно улучшатся. Приготовьтесь, потому что на подходе значительный подарок, символ новых благословений, которые вы скоро получите. Помните, что отношения – это не просто часть жизни, они могут стать невероятным путешествием, полным познания и удовольствия. Готовы ли вы отправиться в это новое приключение? Если да, то воспользуйтесь моментом, чтобы разделить этот опыт, прикоснитесь к человеку рядом с вами, который смотрит это видео вместе с вами, и приготовьтесь вместе принять благую весть. Вскоре вы увидите, как ваши финансы начнут отражать исцеление и благословение, которые посылаются с небес. Бог, своей бесконечной мудрости и доброте, послал вам это четкое сообщение, процветание вам обеспечено, улыбки будут частыми, а ваши близкие будут рядом с вами, поддерживая вас и разделяя грядущую радость. Трудности, которые казались бесконечными, уже позади, и вы обретете глубокий и прочный мир в нем. Это обещание безопасности, а не просто мимолетная надежда. Если на вашем пути встретится что-то положительное, знайте, что вы защищены и находитесь в безопасности в Божьем присутствии. Эта защита – постоянное напоминание о том, что вы никогда не будете одиноки в своем путешествии. Бог и ангелы рядом с вами, они направляют каждый ваш шаг и предлагают поддержку в самые трудные моменты. Они рядом, шепчут слова ободрения и наполняют ваше сердце надеждой. Вас ждут хорошие новости, глубокое счастье, крепкое здоровье и изобилие благословений в ваших отношениях. Эти благословения – не просто случайность, они способны кардинально изменить вашу жизнь к лучшему. Бог готовит для вас путь к процветанию во всех сферах вашей жизни. Это процветание будет проявляться по-разному, принося новые силы и обновляя вашу веру. Улыбки, которые появятся, будут не просто отражением счастливых моментов, но выражением подлинной и продолжительной радости. В этом контексте обновления и благодати осознайте, что Бог дает вам второй шанс, редкую и драгоценную возможность начать жизнь заново и жить так, как вы всегда мечтали. Этот второй шанс – божественный дар, приглашение принять все возможности и воплотить свои мечты в реальность. Очень важно, чтобы вы ухватились за этот шанс с решимостью и благодарностью, не позволив ему ускользнуть от вас. Каждая возможность начать все с чистого листа несет в себе обещание светлого будущего, полного возможностей. Пожалуйста, подтвердите свою готовность и согласие принять этот новый этап, написав, 1212. Этот символический жест символизирует вашу приверженность новому этапу, наполненному светом, любовью и божественными благословениями. Бог призывает вас на путь счастья и самореализации. Откликнитесь на этот призыв с открытым сердцем, готовые принять все, что приготовила для вас Вселенная. Тем самым вы откроете дверь в жизнь, полную изобилия и гармонии, где каждый день будет новой возможностью быть счастливым и чувствовать себя реализованным. Кроме того, важно понимать, что для того, чтобы полностью принять этот новый этап, необходимо отказаться от некоторых вещей. Бог в своей бесконечной мудрости указывает, что вам не нужно прибегать к алкоголю или запрещенным веществам. Эти элементы не являются необходимыми для вашего пути к процветанию. Вам суждено процветать и без них. Также позвольте себе получать искреннюю и утешительную любовь, потому что при этом вы естественным образом почувствуете притяжение к гавани доброты и благодарности. Ваша жизнь в целом становится пропитанной позитивной энергией. Вы собираетесь испытать уровень счастья и удовлетворения, превосходящий все, что вы когда-либо знали. Перед вами открывается новое и мощное пространство, новая глава в вашем существовании. Встречайте этот момент без страха. У Бога есть конкретные планы, чтобы эта трансформация произошла уже сейчас, на этой неделе. Благословения, предназначенные для вас, будут умножены, и я искренне верю, что вы должны признать и приветствовать эти чудеса, написав «благословение» в знак веры и готовности. Бог, в своем совершенстве, исполнит все это в нужное время. Завтра на восходе солнца приготовьтесь стать свидетелями божественного чуда, потому что Бог вмешается непосредственно, чтобы рассеять все тревоги в вашей жизни. Это решающий момент, возможность обрести безмятежность, которая вам причитается. Я хочу подчеркнуть кое-что очень важное, вы – невероятный человек, и это все, что я хотел подчеркнуть. Всегда помните об этом, потому что вы действительно этого заслуживаете. Благодаря этому заслуженному спокойствию вы обретете чудесное существование, свободное от забот. Бог, в своей бесконечной мудрости, не хочет, чтобы вы продолжали стремиться к цели до изнеможения. Он просит вас больше доверять Ему, отказаться от своих страхов и неуверенности. Дверь в этот новый этап уже открыта, и любовь, а также лучшие финансовые времена уже на пути к вам. Эти финансовые благословения будут притягиваться к вам, словно магниты, притягивающие к вам предназначенное вам процветание. Контроль над вашими деньгами находится в руках господа, доверьтесь Ему, чтобы Он направлял и устанавливал ваши жизненные планы. Мы вступаем в сезон восстановления и реставрации. Бог обещал восстановить все, что было отнято у вас врагом. Вы обретите внутренний мир, процветание и цель в жизни. Все, что было потеряно, будет возвращено вам не просто в прежнем виде, а умножено в 10 раз, что является истинным проявлением Божьей восстанавливающей силы. Вы заслуживаете жить полной и благословенной жизнью, и Бог прокладывает путь к этому уже сейчас. Каждый ваш шаг на этом новом пути будет направляться его любящей рукой. Он знает ваши самые сокровенные мечты и желания и работает над их исполнением так, как вы, возможно, даже не можете себе представить. Это время обновления и новых возможностей, время, когда вы увидите, как открываются двери и расчищаются пути. У ангелов есть хорошие новости для вашей любовной, финансовой и духовной жизни, которая, по их словам, расцветет в ближайшие недели. Даже когда кажется, что все потеряно, не теряйте надежды. Бог вот-вот пошлет чудо, которое заменит заботы и стрессы в вашей жизни обилием благословений и возможностей. Если на то есть Божья воля, это преображение произойдет, и ничто не сможет этому помешать. Если же нет, то будьте уверены, что у вас есть еще лучший план. Вы, несомненно, встретите нужных людей, ваше здоровье улучшится, и перед вами откроются ранее закрытые двери. Ваши молитвы будут услышаны и услышаны. Если вы верите в ангелов Господних и надеетесь на это божественное вмешательство, пожалуйста, напишите «333» в знак своей веры и ожидания. У Бога есть для вас обещание, я буду говорить с вами. Я сделаю невозможное в вашей жизни. Это не банальное послание, это божественный призыв сохранить непоколебимую веру. Если вы доверяете Слову Божьему, знайте, что проблемы, с которыми вы сейчас сталкиваетесь, закончатся в эти выходные. Приготовьтесь к возрождению, к чудесному новому началу, которое вот-вот материализуется в вашей жизни. Нечто необычное и преобразующее уже на подходе, готовое изменить все в вашем мире фундаментальным и исключительно позитивным образом. Примите это послание с открытым сердцем, если что-то еще не произошло, это не значит, что оно никогда не произойдет. Божьи планы не только хороши, но и наилучшим образом подходят для вас. Если вы принимаете Божье Слово, то можете быть уверены, что эти планы принесут огромную пользу. Вскоре вы найдете повод отпраздновать нечто действительно особенное, настолько необычное, что покажется, будто оно пришло из другого мира, будто оно было предназначено для вас неожиданным и чудесным образом. Приготовьтесь и примите то, что эти трансформации происходят. Напишите «Я принимаю», если вы верите в Слово Господа. Иногда Бог может разрушить ваши мелкие планы, чтобы вы сосредоточились на том, что действительно важно, на вашем многообещающем будущем, полном возможностей. Ваша любовная жизнь будет строиться в соответствии с Божьим Словом. Вы почувствуете, что у вас появились крылья, чтобы взлететь выше, чем когда-либо прежде. Вы будете исцелены любовью и с этого момента получите новый заряд энергии. Господь защитит вас от всякого зла и тщательно спланирует вашу жизнь. Господь укажет вам путь, двери, которые открываются сейчас, будут открыты всегда. Всегда помните, что все содействуют ко благу любящим Бога, призванным по его намерению. Это мощная истина, которая должна звучать в вашем сердце и разуме, принося мир и направление в ваш путь. Представьте себе счастье и спокойствие, которые придут с этими переменами. Каждый ваш шаг, направляемый Богом, приближает вас к светлому будущему. Встречайте каждый новый день с новой надеждой, зная, что вы защищены и любимы. Божья любовь безгранична, а его обещание истины. Что бы ни случилось, сохраняйте твердую веру и открытое сердце, чтобы принять все благословения, которые он приготовил для вас. Преобразования, которые скоро произойдут, это знаки Божьей заботы и любви к вам. Он работает в вашей жизни так, как вы еще не видите, подготавливая почву для целой серии чудес. Каждая маленькая победа, каждый момент радости – это доказательство того, что Бог с вами направляет и защищает вас на каждом шагу. Доверьтесь процессу и путешествию, которые Бог прокладывает для вас. Он знает, что лучше, и всегда рядом с вами, готовый вмешаться и преобразить вашу жизнь. С верой и благодарностью вы увидите, как открываются двери и появляются новые возможности. Сейчас самое время полностью отдаться Божественному плану и позволить Божьему свету осветить каждый аспект вашей жизни. Помните, что вы никогда не останетесь одни. Бог, в своей бесконечной доброте, всегда рядом с вами, готовый превратить любое испытание в победу, каждую слезу, в улыбку. Он знает ваши боли и радости, ваши надежды и страхи и всегда работает на ваше благо. Примите это послание с верой и надеждой, зная, что лучшее еще впереди. Прямо сейчас помолитесь вместе со мной. Дорогой всемогущий Бог, сегодня я пришел к тебе со смиренным сердцем, ища понимания и мира. Я прошу тебя, Господи, дай мне способность понять, почему несправедливость присутствует в нашей жизни. Мы знаем, что у каждой проблемы есть цель под твоим мудрым руководством, но иногда трудно увидеть порядок в хаосе. Помоги мне найти ясность среди смятения и силу в невзгодах. Пожалуйста, Господи, помоги мне освободиться от искаженных мыслей, которые иногда вторгаются в меня и затуманивают мои суждения. В моменты сомнений и неуверенности я прошу тебя направить меня на путь праведности и истины. Позволь мне обращаться к тебе на каждом шагу моей жизни. Помоги мне укрыться в твоей бесконечной любви и научи меня любить себя с той же силой и чистотой, с какой ты любишь меня. Я также прошу тебя, Отец, помочь мне простить. Научи меня прощать других с тем же состраданием и милосердием, которые ты проявил, прощая наши грехи. Пусть я протягиваю руки в жестах прощения, наводя мосты там, где могли бы возвышаться стены. Позволь мне, Господи, быть орудием твоего мира и любви. Помоги мне привести к тебе других, даже если моя собственная гордость пытается преградить путь. Молю тебя, Господи, помоги мне отпустить эгоизм и тщеславие, чтобы я мог по-настоящему исполнить твою божественную волю. Я люблю тебя, Господи, всем сердцем и хочу чтить тебя во всех своих поступках и мыслях. Я благодарю тебя за постоянное присутствие, которое является источником утешения и надежды. Пусть моя жизнь будет свидетельством твоей любви и благости, отражая твой свет в каждом слове и жести. Аминь. Если вы дошли до этого места, то, несомненно, Божье Слово стало бесценным благословением в вашей жизни. Пожалуйста, оставьте свое «Аминь» в комментариях и поделитесь этим посланием, чтобы скрасить день того, кто, возможно, в этом нуждается. Я призываю вас подписаться на канал и крепко держаться за свою веру в Бога, зная, что Он всегда будет с вами, на каждом шагу. Пусть Бог благословит вашу жизнь сегодня, завтра и всегда. Да пребудет с вами мир, господа Иисуса Христа, мир, превосходящий всякое разумение. Будьте уверены, что я буду постоянно поддерживать с вами связь. Никакая сила, будь то в небесных высях или в бездонных глубинах, даже враг со всеми своими армиями не сможет вырвать вас из моей руки. Бог обещал и Он исполнит это, Он спасет вас. Это тот момент, когда Бог откроет вам себя сверхнеестественным образом. Приготовьтесь к новым переживаниям, которые вам предстоит пережить. Мир вокруг вас заметит перемены, многие начнут понимать, что не могут жить без Божьего присутствия, любви и благодати. Он жаждет творить чудеса в вашей жизни и хочет, чтобы вы стали живым примером безграничной силы всемогущего Бога. Бог хочет, чтобы люди вокруг вас видели Его лицо, отраженное в ваших поступках. Он хочет, чтобы ваша семья, друзья и знакомые были впечатлены вашим преображением характера. Все будут свидетельствовать и подтверждать, что Бог реален и действует. Вы станете драгоценным инструментом в Его руках, подобно глине, из которой горшечник лепит почетный сосуд. Более того, у Бога есть планы, как вы изменитесь. Он хочет полностью преобразить вашу жизнь. Отдайте себя полностью в Его руки и позвольте Ему произвести все необходимые изменения. Не скрывайте от Него ничего, лучше вы покажете свои слабости, чем Богу придется вытаскивать их, пустив глубокие корни, которые так долго были похоронены в вашей жизни. Бог уже послал мир, свободу, облегчение и стабильность. Дверь открыта, не бойтесь. Придите к Нему, как к другу, возьмите Его за руку и идите с Ним по новому пути к новой жизни. Бог наполнит вас благословениями, и вы будете петь Ему хвалу среди народов. Он глубоко любит вас. Будьте готовы к этим чудесным переменам. В конце этого послания Бог даст вам два слова, которые придадут вам мужество, силу и стабильность, необходимые в вашей жизни. Слушайте внимательно, потому что эти слова – знак Его безусловной любви – «Я люблю тебя». Спасибо, что остаетесь с нами, чтобы получить это послание. Сообщите мне в комментариях, было ли это видео благословением для вас. Поддержите нашу миссию, поделившись этим видео и распространяя любовь Иисуса, чтобы больше людей могли получить благословение. Продолжайте молиться Богу, прося Его благословить, направить и защитить вас. Пусть Бог благословит вашу жизнь. До скорой встречи. Аминь.